На базе спорткомплекса «Снежинка» прошел третий тур Кубка Федерации лыжных гонок Московской области. Соревнования проходят в пять этапов. Первые два прошли в Химках и Красногорске. По итогам всех туров определится лучшая спортивная школа Подмосковья по лыжным гонкам. За состязаниями наблюдала Елена Васильевская. Морозная погода не помеха для настоящих спортсменов. Чтобы не замерзнуть перед стартом, десятилетняя Саша активно разминается и готовится к гонке. За три года в спорте уже адаптировалась к таким условиям. Девочка заранее знала, что здесь нужна выносливость, без которой не добиться высоких результатов. В лыжной гонке я пришла и захотела попробовать. И вот мне понравилось, и я начала заниматься дальше. На будущее я пытаюсь пробежать олимпиаду. Кубок Федерации лыжных гонок на призы именитых спортсменов проходит в пять этапов. Первые два были в Химках и Красногорске. Третий на призы трехкратной олимпийской чемпионки Елены Вяльби снова встретил наш округ. На базе «Снежинка» собралось 407 спортсменов из 43 муниципальных образований. Это очень важно, что в преддверии начала Олимпийских игр на нашей химкинской земле проводится такое мероприятие. Это мероприятие проводится уже не первый год, и поэтому здесь участвуют все ребята из всех муниципалитетов Московской области. Хотелось бы пожелать всем крепкого здоровья, благополучия и заниматься спортом, потому что спорт – это здоровье. В этом году соревнования проводятся в новом формате. Сначала спортсмены бегут в квалификацию. Это своего рода отборочный тур на финальные забеги. И уже когда определится 30-ка лидеров, участники будут бороться за призовые места. Спринт бегут второй год. Он позволяет максимально точно определить сильнейших. Ведь нужно с первых минут гонки собраться силами и показать максимальную скорость. От этого зависит, попадет спортсмен в финал или нет. Именно поэтому дистанция короткая. У младшей группы 1000 метров, у средней 1200. Только 30 лучших продолжат дальше борьбу. Если ты 31-й, ты так и остаешься 31-м на своем месте. А здесь, кто с 1 по 30-й, все возможные изменения, поскольку будут еще финальные забеги, где можно отыграть свою позицию. Или наоборот проиграть. По итогам гонки в общекомандном зачете первое место у Истринской школы. Второе досталось сборной Подольского района. Химчане с отставанием от них в одну очко поднялись на третью ступень пьедестала. Впереди еще два тура. Заключительный пройдет в середине марта в Истринском районе. По сумме очков всех этапов определится лучшая школа Подмосковья по лыжным гонкам. Елена Васильевская, Дмитрий Алексеев, Служба новостей.